Каждый человек уникальный и может сделать своими руками что-то потрясающее и гениальное. Поэтому, друзья, делитесь своими талантами. Если вы новичок в домашнем сыроделии и не знаете с чего начать, записывайтесь ко мне на консультации и на мастер-класс. Для заказа латексного покрытия пишите в мои социальные сети, ссылочки под видео. Латексное покрытие испанского качества. Латекс очень хороший, хорошо наносится на сыр, быстро сохнет. В нем сыр успешно зреет, достигая полного вкуса. Этим латексным покрытием я пользуюсь уже давно. Делайте свои ремесленные сыры, хлеба, экспериментируйте. У вас обязательно все получится. В кастрюле у меня нагревается молоко, тоже провожу пастеризацию, также 65 градусов, 30 минут с выдержкой. Я специально нагреваю молоко в кастрюле, для того, чтобы после сепаратора перелить молоко, уже обезжиренное, в сыроварню. И теперь приступаю к сепарации. Это сливки, и сразу после того, как они у меня просепарированы, я их ставлю на огонь и довожу до кипения. И буду остужать до температуры 36 градусов. Далее я буду вносить мизофильную закваску. Закваска влияет на вкус, консистенцию сливочного масла, и масло получается намного ароматнее и вкуснее. Сливки сейчас стоят на плите, я их подхожу периодически, помешиваю. Вот сливочки начинают закипать. Я помешиваю их. Жду буквально еще одну минутку и выключаю. Когда вы ставите сливки прогревать, используйте кастрюлю с толстым дном, чтобы они у вас не пригорели. Сливки я перелила в контейнер, они сейчас температурой 36 градусов. И теперь их нужно заквасить. Я использую мизофильную закваску Чиозит МА11. Можно использовать любого производителя мизофильной закваски. Я беру 1,8 чайной ложки и помещаю в маленькую чашечку. И заливаю примерно 30 мл воды кипяченой, остуженной температурой 34 градуса. Даю постоять закваске с водичкой примерно 5 минут. Закваска хорошо растворяется в воде. Закваска растворилась в водичке. Теперь вливаю ее в сливки. А сейчас нужно хорошо заквасочку перемешать. Заквашивание происходит при температуре 36 градусов. Закрыла сливки крышкой. И так оставляю на полчаса. И ставлю потом контейнер со сливками в холодильник. Мои сливки заквашенные, постояли в холодильнике 4 дня. Сейчас посмотрим, какая у них образовалась консистенция. Запах чистой пастеризации выраженный кисломолочный. Сейчас я их буду перекладывать в чашу комбайна. И буду производить взбивание. По консистенции наши заквашенные сливки могут с вами отличаться. У меня бывает такое, что я после сепарации оставляю их. И на второй день они выглядят намного гуще. Это все зависит от молока. Здесь секрет в приготовлении. То, что я эти сливки после того, как просепарирую, я их довожу до кипения. При определенной температуре их заквашиваю. Часть сливок, заквашенных, я поместила в чашу комбайна. Чаша комбайна рассчитана на 5 литров. Я заполняю меньше половины сливками, чтобы было удобнее взбивать. К миксеру идет специальный фартук, который будет защищать от распрызгивания. Итак, сейчас я их добиваю. И будет получаться сейчас отделение пахты, сыворотки и жира сливочного масла. Сливки, которые прилипли к стенке миксера, их нужно просто при помощи лопаточки снять. Скорость взбивания сливочного масла зависит, конечно, от оборотов. Чем выше вы поставите скорость, тем быстрее взбивается сливочное масло. Хочу отметить, что планетарный миксер отлично справляется с задачей приготовления сливочного масла. На зеленой травке. И поэтому получается масло сливочное, желтое, яркое, насыщенное. А вот масло, которое мы делаем в зимний период, оно у нас белое или слегка желтого оттенка. Чем холоднее вода, тем лучше, чтобы ваше масло не расплавлялось, когда вы его будете промывать. Второй раз, когда заливаете водой, вода, конечно, уже не такая мутная. Масло промывается. Итак, после промывки я масло сливаю и формирую шарики. Придать форму сливочному маслу вы можете разную. Сформированные кусочки масла теперь я помещаю в морозильную камеру. Каждый кусочек сливочного масла упаковываю в фольгу. Теперь погружаю вторую часть сливок и также их взбиваю. Для взбивания сливок в масло я установила насадку лопатка. Итак, сейчас сливки я взбивала на большой скорости комбайна. Сейчас я их приостановила, чтобы показать вам консистенцию, как сливки превращаются в масло. Сливки у меня взбивались 4 минуты. Скорость взбивания сливок в масло зависит от густоты как раз сливок, которые вы взбиваете. Если они у вас были более жидкие, значит они будут взбиваться у вас подольше. Если густые, уже примерно похожие на масло, то, конечно, они у вас в масло превратятся гораздо быстрее. У меня есть маслобойка. Ведро ее рассчитано на 10-11 литров сливок. Так как у меня сейчас нет такого объема сливок, поэтому удобно взбивать небольшими количествами именно в комбайне или при помощи ручного миксера. У кого что имеется. Через еще полторы минуты образуется уже вот такая пахта, которая очень полезна и подходит для приготовления абсолютно любой выпечки. Также ее можно добавить для приготовления сыра. Вот и получилось масло. Сейчас я его буду промывать проточной чистой водой из фильтра самой холодной два раза. Для наглядности я сняла специально защитный фартук, чтобы показать вам весь процесс приготовления сливочного масла. По желанию можно внести соль экстра, чтобы получить немного соленое сливочное масло. Вот, к примеру, это сливочное масло мы немного подсолили и добавили в него свежую петрушку. Порубили ее на кусочки и смешали. И получилось вот такой вот кусочек замечательного, вкусного, ароматного маслица. Еще можно в это маслице добавить чесночок. Можно абсолютно любую специю добавить. Делайте свой вариант сливочного масла. Для любителей сладкого сливочного масла приготовим сладкое сливочное масло. Для него нужно добавить сахарную пудру и какао. В другой способ приготовления сливочного масла можно добавить орешки, немного их порубить и добавить в это также масло шоколад. Только его нужно будет немного разогреть, чтобы масло соединилось до однородной консистенции. Выполнен заказ для моего клиента. Это чизкейк с приготовлением начинки рикотта и творог. Действительно, сыр может быть абсолютно разным. Сегодня я нарезаю свои выдержанные головки сыра. Мы также проводим дегустацию. Дегустацию в своей семье. Каждый определяет тот сыр, который ему больше понравился. Итак, из нарезанных сыров у меня здесь находится сыр базирон с орехом и базиликом. Сыр морбье. Несколько сортов голландских с разным сроком возревания. Сыры у меня возревали в латексном покрытии. Некоторые в натуральной корочке. Дегустируем швейцарский сыр. Срок возревания 8 месяцев. Если сыр возревает в натуральной корочке, то нужно аккуратненько ножом эту корочку срезать. На этой корочке появлялась плесень, которую в процессе возревания я смывалась при помощи щетки. Несмотря на то, что сыр с виду был очень твердый, разрезается ножом сыр очень легко. Сыр имеет умеренно выраженный, пряный, сладковатый вкус, изысканный. И у всех таких сырах появляются кристаллики в теле сыра. Кристаллики это и есть лактоза, молочный сахар. При созревании сыра бактерии закваски расщепляют лактозу до молочной кислоты. Кальций и молочная кислота вступают в реакцию, в результате которой образуется соль молочной кислоты. Лактат кальция. Во время созревания влага из сыра испаряется. Лактат кальция перестает растворяться и кристаллизуется. При приготовлении сыра я в молоко добавляла натуральный краситель АНАТО. Поэтому цвет выглядит ярко-желтого оттенка. Это натуральный, вкусный, полезный, насыщенный сыр, который обязательно вам понравится. Приготовьте его и убедитесь в этом сами. Все сыры, которые я отправляю на длительное созревание, я их защищаю латексным покрытием. Латексное покрытие это удобный и надежный способ для возревания сыров в домашних условиях. Отделение корочки, которое способствовало возреванию, достаточно тоненькое. Срок возревания этого сыра 8 месяцев. Посмотрите, какая у него структура. Видно, что молочный сахар образовался ближе к корочке, а внутри нежная, приятная мякоть. Сыр ароматный, пикантный, маленького кусочка, достаточно, чтобы насладиться им и наесться. Ведь это настоящий ремесленный сыр. А это головка сыра гауда, тоже с 8-месячным сроком возревания. В теле сыра также образовались кристаллики. Все сыры, которые проходят длительную стадию возревания, достаточно маленького кусочка, чтобы насладиться этим ярким вкусом. Дегустируем сыр скаморца. Внешне сыр напоминает грушу. Почему? Потому что одна часть тела подвешивается, когда идет на возревание. Текстура и консистенция сыра скаморца очень нежная и эластичная. обладает хорошим качеством плавления. Вкус сыра скаморца без посторонних специфических запахов и привкусов. Копченую скаморцу как правило используют в рецептах блюд. Дисмо скаморцы я делаю от 200 до 350 грамм. Средний срок созревания сыра составляет 15 дней. Но также есть и выдержанные экземпляры, которые нужно приготовить минимум 500 грамм, которые будут вызревать год и более. Сейчас делаем сыр халуми. Обжариваем его на растительной массе на сковородке. Сыр халуми у нас был предварительно прокопченый. А в этот холодильник я установлю ультразвуковой влажнитель. Заодно мы его здесь протестируем. Холодильник Позис вы можете видеть обзор на нашем канале. Покупала я его более трех лет назад. Сейчас я хочу сделать специально этот холодильник для вызревания сыров с плесенью. А пока у меня здесь вызревают мои полутвердые сырочки. Ребят, сегодня снимаю дегустацию сыра камамбер. Это один из самых лучших вариантов, которые я делала. Очень вкусный запах, консистенция. Просто притягиваю притягивающие. Пока я сейчас снимаю дегустацию уже половину головки сыра мы скушали. Классный получился сыр. Кто сомневается делать его или не делать, боитесь, не боитесь. Ребят, пробуйте делать этот сыр потрясающий. Он такой вкусный. Главное соблюдайте технологии. Скоро будет видео рецепт на нашем канале. Фермер знает. Смотрите, делитесь видео. Дегустация сыра. Сыр голландский вымачивался в вине. Приготовила его с добавлением черного перца. По срокам созревания 4 месяца. Текстура эластичная. Вкус яркий, насыщенный. Сыр у меня вызревает в натуральной корочке. Я его в вакуумный пакет не помещала. В процессе вызревания сыр я намывала. Он естественно покрывался плесенью. Немного окрас он поменял, но вкус именно красного вина ярко передался сыру. Сыр обладает эластичной закрытой текстурой. Так как я делала сыр с промыванием сырного зерна, поэтому излишней кислоты в сыре нет. Мой сырочек морбье созрел. Сейчас я его намыла, просушила. Этот сыр я делала из коровьего молока. Продегустировали сыр. Конечно просто обалденный. Текстура сливочная, нежная. Чувствуется остринка и сыр в меру соленый. После того, как я вскрываю сырную головку, нужный кусочек я отправляю клиенту. Если сырную головку сразу заказываю, значит я сразу ее упаковываю всем. Ну а что остается также помещаю в вакуум и храню. А это приготовлен свежий молодой бел перкноли. Мы его слегка украсили, потому что я его не закладываю на вызревание, а мы его кушаем на завтрак и ужин. Приготовила молока. Эти сыры у меня с наиразличными начинками. В основу всего сыра идет сухой чеснок и я разнообразила вкусы разными сухими специями. Одна баночка у меня с розмарином, вторая с майораном и третья баночка томат и оливки. Шевр я залила маслами. Масло у меня оливковое. У меня поступил заказ и прежде чем отправить его клиенту я обязательно пробую каждую головку сыра. Здесь у меня созрел сыр канталь, две головки пармезана и одна головка манчега. Итак, сейчас я буду вскрывать сырную головку, то есть не вскрывать, а при помощи щупа возьму пробу. На самом деле это очень нужный и важный инструмент в сыроделе, поэтому кто думает брать его или не брать, ребят, берите, потому что только при помощи этого предмета можно продегустировать сырную головку. Какая она по вкусу? Что внутри со структурой сыра? Полностью щуп входит в сырную головку, потом вот такими вот движениями круговыми сырочек вытаскивается. Ну, просто класс! Это сыр манчега. Это сыр чеддер, который делали мы 8 месяцев назад. У нас есть видеоролик по приготовлению этого сыра. Можете перейти и посмотреть. Напишите в комментариях, какие вам больше нравятся сыры. Из какого молока? Из козьего или коровьего? Прямо до самой середины головки. Какой же он вкусный! вот 8 месяцев уже начинают появляться вот эти кристаллики, свойственные при возревании сыра. Обалденный сыр чеддер. Мы его всей семьей лично очень обожаем. И вот кто у нас его пробовал, всем нравится. На сыре плесень Рокфорте она тоже способствует возреванию сыра и дает свои пикантные нотки. У каждого сыродела мастера есть свой фирменный сыр, который у него получается всегда. Вот лично у меня чеддер слава богу получается. Я этим очень довольна. В любом деле нужна обязательно практика, практика и еще раз практика. С одного раза может у вас получиться сыр со второго нет. Только по прошествию времени, по прошествию созревания, вызревания сыра можно понять правильность его приготовления. Главным фактором конечно остается это питание животного, коровы, козы, кто у вас есть. Чем вы кормите, тем ваш сыр будет отдавать в процессе вызревания. Если животное питалось силосом, то обязательно эти нотки проявятся в последующем сыре. сейчас сейчас меня отправляется на дегустацию сыр ярк. Сегодня ему три месяца. Сыр созревал у меня в контейнере в холодильнике. Он оброс плесенью. При возревании именно вот в контейнере в холодильной камере образуется запах свойственный, как будто сыр возревает в погребе. Этот сыр просто бомба, как говорят мои дети. он настолько яркий во рту, маленького кусочка достаточно, чтобы понять, насколько он прекрасен. Возревание в крапиве сделало свое дело. Я сыр этот ничем не обрабатывала. Вот как плесень появлялась на поверхности сыра, так он в ней и взрослел. Конечно, я его переворачивала периодически, меняла в контейнере салфеточки. Влажность ему вполне достаточно. Так что, ребят, это достойный крутой сыр. Сыроделием я занимаюсь достаточно давно. И самым главным критерием остается то, что сыр в первую очередь должен нравиться мне. И когда ваш продукт вас полностью устраивает, значит, он будет жить и дальше. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Не обязательно делать всю линейку сыров, которые только есть на свете. Выберите те позиции, которые у вас получаются просто великолепно. И вы с уверенностью можете порекомендовать своим клиентам, которые оценят ваш труд и ваш продукт. Она действительно защищает, придает потрясающий великолепный вкус сыру и также способствует созреванию. О чем пожелать всем сыроделам, которые начинают варить сыр? Если у вас первого раза или второго он не получился, не отчаивайтесь. Обязательно продолжайте дальше делать. Пробуйте другие рецепты. Что-то добавляйте от себя, чтобы ваш сыр был индивидуальный. Чем дольше мы даем возревание нашим сырам, тем вкус у него становится более выраженный, более яркий, более насыщенный. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе наших новых видео. С вами была Ольга Елисеева. До новых ! Редактор субтитров